Можно, да? Пожалуйста. Василий Александрович. Василий Александрович, добрый вечер. Меня зовут Сергей, я болельщик Локомотива. В следующем году будет 20 лет. У меня такой вопрос, он немножко свяжен с предыдущим руководством, относительно целей, которые ставилось предыдущим руководством. Меня действительно интересует этот вопрос, потому что у многих московских команд это уже есть. У нас есть прекрасная станция метро Черкизовская, и были планы о ее реконструкции, может быть, совместно с правительством Москвы или что-то такое, переделать под, возможно, цвета локомотива или какие-то эмблемы. То есть мы туда приезжаем каждый раз на матч, и это то, с чего начинается наш путь на стадион. Работаете ли вы в этом направлении, есть ли планы и есть ли какие-то даты, может быть? Спасибо. Спасибо. Мы же честно сегодня разговариваем, да? Да, конечно. Скажу так, в перечне 100 наиболее серьезных злободневных проблем, которые требуют ежедневной работы, ежедневного решения, этот вопрос не стоит. Мы предварительно проговаривали его, предварительно получили ответ, что у нас есть МЦК, локомотив. Станции метро добиться переименований будет достаточно сложно. Сложно это не значит невозможно. Но, честное слово, сегодня есть целый ряд вопросов, гораздо более серьезных, от которых гораздо в большей степени зависит жизнедеятельность команды. Спасибо большое. Поэтому просто пока до этого, и я думаю, что до следующего года, как минимум, руки не дотянутся. Спасибо. Давайте я попробую на те вопросы, которые раньше прозвучали, как завтра передали. Мне нужно повторить его? Сергей Задович говорит, что сейчас как раз ответит. Давай, если я что-то забуду из вопроса. Значит, первый вопрос был, насколько я помню... Первый вопрос был, почему сливают информацию, кто сливает информацию. Да, про слив информации. Значит, смотрите, для меня это третий большой проект жизни. До этого был телевизионный канал «Спорт», до этого был олимпийский телевизионный проект. Я из медиа пришел, наверное, вы знаете. Такой утечки информации никогда в жизни у меня не было. Я не видел никогда, чтобы такое было. Мы многое предприняли вот за эти полгода для того, чтобы сократить поток, потому что здорово мешает работе. Но теперь у нас другая ситуация. У нас вот в особенности в это трансферное окно получилось так. Я вам скажу, что 90% информации, которая выходит, фейковая информация. Я не считаю возможным выходить к вам с разговором по трансферам, потому что трансферное окно открыто. У нас очень маленький бюджет сейчас для того, чтобы обновить или пополнить команду. Из-за планеты, давайте так, какие-то цифры я буду называть, какие-то не буду. Без обид, это только исключительно, потому что я не хочу делиться. Просто потому, что есть какие-то вещи, ну, закрытые. Для себя мы нарисовали бюджет этого трансферного окна в 7 миллионов. 7 миллионов. Вспомните, сколько в прошлом году в это время мы, как клуб, потратили на трансферы. Отчасти я сейчас отвечаю на другой вопрос, который прозвучал, что у нас с финансированием. Больше 7 миллионов в это трансферное окно мы потратить себе не можем. Мы в трансферное окно взяли Живоглядова. Это полтора. Действительно, правильная информация была. Мы взяли Мурила. Это два, ну, там по-разному можно считать, 2,3 или 2,5. Крыховик это запланированное. Подождите, ребят, ну, если можно, вот смотрите, давайте как бы с уважением. Я отвечаю на вопрос, если будут дополнительные вопросы, есть микрофон, готовы буду дальше на него ответить. В общем, на трансферы, на которые мы сейчас работаем, у нас осталась трешка. Я не исключаю, что до конца этой недели трешка это будет пристроено. И на этом все вопросы по трансферам у нас закроются. Я с большим удовольствием выйду к вам и все расскажу. Где были, какие сложности были, как развивалось и так далее. Возвращаясь к вопросу фейков. Друзья, Ваня, Алексей, Егор, пожалуйста, у нас генеральный, давайте, мы все хотели поговорить. Нет, Кирилл, Кирилл, я не беспокоюсь, подожди, не надо, мы не в школе, не надо наводить порядок, кто как себя хочет, тот, 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 тот и делает. Значит, если интересно, интересно, не интересно, не интересно. Значит, не реагируйте на то, что в соцсетях. Точно, абсолютно. У меня нет аккаунтов, у меня единственный аккаунт на фейсбуке, которым я практически не пользуюсь и захожу раз в месяц в лучшем случае. Значит, нигде меня нет. Все, что выкладывается, выкладывается людьми, которые, я даже не знаю, какие цели преследуют. Мне просто жалко, и я не вижу, как сделать так, чтобы делиться информацией, не нанося при этом ущерб клубу. Можно поясню, да, в чем волнительность этого процесса? Когда выкладывается информация и показывает игроков рвачами, даже если это фейковая информация, напрягает восприятие игроков. Что вы имеете в виду под фейковыми игроками-рвачами? Что это, это о чем? Фейковые новости про игроков, да, что говорят, что один игрок просит какую-то одну заоблачную сумму, другой игрок тоже для контракта просил какие-то дикие деньги. Вообще, если этот вопрос идет внутри, да, переговоров, можно ли сделать так, чтобы это вообще не выходило и не трясло болельщиков? Потому что раньше такого вообще не было. Я могу точно сказать, что от меня информация не уходит, не выходит. Кто-то, значит, в вашем королевстве такое. Нет, не только. Есть еще в условиях дефицита информации, нуждающиеся в информации начинают ее самостоятельно генерить. Где-то попадают, близко, по крайней мере, а где-то разнос снарядов там плюс-минус 10 километров. Тогда по второму вопросу, по цене на абонементы. Тяжелый вопрос. Сразу хочу, стоп, 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 стоп. Мы же разговариваем, там ни одобрение, ни поддержка, сейчас ни, наоборот, осуждение. Значит, сложный вопрос. Я считаю, что мы предприняли очень серьезный шаг с точки зрения повышения эффективности работы клуба. Наша ошибка, ошибка, признаю, была в том, что нужно было заранее сделать серьезную, развернутую кампанию по объяснению, продвижению и разъяснению, что и как происходит. Цифры, которые я имею в виду на сегодня, мы идем пока с превышением где-то процентов на 25, если мы день ко дню принимаем к прошлому сезону, и с выручкой, которая процентов на 80 больше, чем по прошлому году. Задачу, которую я поставил перед коммерческой службой, мы должны, просто чтобы вы понимали, в прошлом году мы заработали 500 миллионов рублей за все вместе, за всю деятельность клуба. Поставил задачу к окончанию моего контракта, мы должны зарабатывать больше 2 миллиардов. Это вопрос выживаемости клуба, вопрос формирования бюджета. Все те деньги, которые сейчас мы получим на программе абонементской и билетной, пойдут на улучшение существования болельщиков. Это я имею в виду матч-дей, это я имею в виду имеющиеся у нас планы по созданию системы обогрева, закрытие от сквозняка стадиона. Это не скоро, это не то, что это будет вот сегодня сделано, и там к осени у нас все будет прекрасно, и в декабре всем будет гораздо лучше. У меня на это сейчас просто нет денег. Но в планах у нас это есть. Значит, по крайней мере, то, что вот сейчас матч-дей, который мы планируем улучшить, это в первую очередь на это деньги от абонементной программы и от билетов пойдут. Теперь, признав то, что мы должны были дать информационную более развернутую программу и в части работы с детьми, на самом деле в тех же бюджетах, в которых вы существуете, мы меняем функционирование семейного сектора, потому что на самом деле это виповская история, но в те же самые бюджеты, в которых вы покупали в прошлом году, мы сделали специальные скидочные программы по всему стадиону. Поэтому вы могли бы, ну тут и мы тоже виноваты, если бы мы вовремя эту информацию как бы донесли, либо внимательнее бы посмотрели предлагаемое решение, можно было бы ровно в те же самые деньги, ровно тем же составом, просто немного в другом месте. Мы стараемся максимально увеличить коммерческую выручку от стадиона, и это признаем. Но при этом тоже, вы понимаете, тоже в сетях же звучит. Вы сравните наши цены с теми ценами, которые существуют у других московских команд, которые борются за медали. У других московских команд более новые стадионы, больше аудитория, но у нас все равно стадион не заполняется. Я просто на примере своей семьи привел вам, что клуб от меня недополучил, даже по сравнению с прошлым годом, порядка 20 с лишним тысяч. Давайте сделаем следующим образом. В любом случае, пограблям, никто бегать не собирается. Мы что сделаем? Мы, во-первых, дождемся окончания, я думаю, что мы закончим программу до жеребьевки Лиги Чемпионов. И может быть будет иметь смысл, разрабатывая программу под следующий год, сесть, вернуться и вместе посмотреть в гораздо более широком обсуждении, что мы предполагаем делать. При том, что вектор, он все равно будет на повышение коммерческой отдачи от стадиона. Но как это сделать наиболее правильно, наиболее адекватно? Первая задача все-таки увеличить посещаемость 100%. А можно в следующий раз объявлять, сколько все-таки мы абонементов продали? Я вам сейчас объявлю. Сейчас, секунду. Я каждый день получаю сводку. Сейчас. Мы чуть-чуть сегодня перевалили за 3000. Ребят, ну вы не сравниваете. Во-первых, ценовые программы Краснодара. Во-вторых, смотрите, в прошлом году болельщики нужны. И я вам хочу сказать, что матч ССК, который я там, когда я в сайт директоров вошел, в 2012, по-моему, я так достаточно регулярно хожу на матч. И матч ССК этого сезона, минувшего сезона, это одно из наиболее радостных событий минувшего полугода, которые я, когда я работаю здесь. Я бы хотел, чтобы у нас стадион так и наполнялся. По цифрам давайте я вам отвечу. Значит, в прошлом году было продано 5849 абонементов. Извините. По состоянию на сегодня продано 3018 абонементов. Отчасти это объясняется тем, что в прошлом году не было онлайн покупки абонементов. Ну, онлайн, не онлайн, это уже… В онлайн быстрее люди берут. Ну, я быстрее оформил, чем в прошлом году. Все, спасибо большое. А вот мне подсказывают, что была в прошлом году. Вы понимаете, у меня суфлер уже еще в руках. Я же так не очень хорошо за прошлый год могу ответить. Не важно. Ну, в общем, я вас услышал. Надеюсь, что мы уроки учтем в следующем году, предлагая более широкую и подробную программу по наиболее рациональному использованию абонементной программы. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый вечер. Я хотел бы сказать всем болельщикам, которые остались до самого конца, скажем так, выжидали паузу. Василий Александрович, остался только один вопрос касательно трансферной политики. Впереди Лига Чемпионов. Вы сейчас про трешник там заговорили. И мы все ждем, болельщики, лучший результат, нежели он был в прошлом сезоне, в прошлом году. И на данный момент у нас два новичка, это два защитника, как вы сами и сказали, да, как мы все его видели. Живоглядов из Уфы, которого все мы прекрасно знаем, и Мурила, которого даже не знает главный тренер Юрий Павлович. Вопрос следующий. Почему не взять своего воспитанника, Максима Беляева, который является свободным агентом, бесплатным, который вызывается в сборную России, а в итоге мы приобретаем такого бразильца, при всем уважении к Мурилу, которого мало кто знает. Спасибо. Одно из немногих радостей, когда вся эта ситуация вокруг Мурилы развивалась, была статья о советском спорте. Я, как журналист, достаточно ревниво отношусь к тому, как работают с информацией. И, в принципе, оцениваю достаточно невысокий уровень современной спортивной журналистики. Мне не очень нравятся процессы, которые там проистекают. Вот один из корреспондентов советского спорта чуть-чуть поглубже копнул ситуацию с Мурилу. Я не буду сейчас давать никаких авансов, тем более я внимательно изучаю сайты болельщиков и уже, так сказать, получил достаточно резкую оценку, в том числе и с параллелями с предыдущими руководителями клуба, которые там рисовали радужные картины будущего тех или иных игроков. Я вам отвечу следующим образом. Я верю в то, что мы сможем в перспективе двух-трех лет продать Мурилу в европейский клуб за несравненно более высокие деньги. И я сомневаюсь, что нам это удастся сделать с Беляевым. И по возрасту, и по качеству игры. Отсюда было принято решение в пользу Мурилу. А насчет того, кто знает, кто не знает, я точно знаю, что кто такой Мурилу знает и Зидан, кто такой Мурилу знает Гвардиола. Мурилу знают, за ним следят. Давайте посмотрим следующие Олимпийские игры, посмотрим. Не будем сейчас авансов никаких расточать, просто посмотрим чуть-чуть. А потом я с радостью, если мы вот этот проект до конца доведем, я с радостью перед вами отчитаюсь, что мы провернули хороший проект. Поэтому только. Нам нужно, нам железно нужно, если мы не сделаем сейчас источник финансирования от продажи игроков, если они у нас будут взрослеть, стареть, и мы их будем торжественно провожать на пенсию. В этом году вы помните, что Локомотив играл в юношеской Лиге Чемпионов. Играли в Загребе. Я специально поехал туда, мне интересно было посмотреть Академию. Академия Динамо-Загреб – одна из лучших академий. За спиной Динамо-Загреб нет РЖД. У них два источника финансирования. Они получают деньги от того, что играют в Лиге Чемпионов. Из 12 последних сезонов, 11 они участвовали в Лиге Чемпионов. И от продажи игроков. Динамо-Загреб живет в зеленых цифрах. Те, кто знаком с бухгалтерией, понимают, они живут в плюсе. Мы в красных, если не сказать бордовых. Поэтому для меня задача коммерциализации, она относится не только к тому, как выжать побольше денег с болельщиков, как сделать цены повыше. Мне нужно обязательно научиться зарабатывать на продаже игроков. За прошлый год мы выручили 700 тысяч евро всего на все. Это вообще не о чем. Василий Александрович, если болельщикам не трудно, зайти на тот же сайт, Трансфермаркт, и мы увидим, по моему сравнению, тот же Мурил, один миллион, Беляев четыре с половиной. Прямо сейчас. Ребята, 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 стоп. Давайте так. Мы же с вами про серьезные вещи говорим. Если я начну в своей работе руководствоваться тем, что пишет Трансфермаркт, мы с вами зайдем черт знает куда. Трансфермаркт – это оценка пяти физических лиц. Пять физических лиц определяют цены на Трансфермаркту. Извините, увольте. Честное слово, я опираюсь на мнение гораздо большего числа специалистов. И не только в России. За эти полгода у нас очень неплохая ситуация по Латинской Америке, у нас очень неплохая ситуация по Испании, у нас очень неплохая ситуация по Италии, у нас очень приличная ситуация по Англии. Приемлемая ситуация по Франции, чуть-чуть похуже по Германии. Да, и все же Беляев наш воспитанник. Стоп. Еще раз. Тогда давайте мы с вами по-другому будем формулировать. Тогда давайте не будем говорить, что мы хотим в Лиге Чемпионов хорошо выступать. Давайте мы будем говорить, мы хотим, чтобы у нас сыграли одни наши воспитанники. В Барселоне был такой эпизод, не очень длительный. Они настойчиво, в том числе под влиянием фанатов, требовали, чтобы в Барселоне играли только выпускники Ла Массии, Академии Барселона. Это продержалось полсезона. Получив результаты вполне понятные и осознанные, они были вынуждены от этого вектора отказаться. Здесь, к сожалению, жесткие игры, ребят. По-другому не бывает и не будет. Если мы хотим выигрывать, нам нужно в первую очередь сейчас возвращать, нет, не в первую очередь, в первую очередь команда, и дай бог, чтобы у них все было хорошо. И хочу отметить, что одно из наиболее положительных впечатлений от работы с командой, это и на зимних сборах, и сейчас в команде очень хорошая обстановка. Очень хорошая обстановка. И это и есть самое главное. Та веселая игра, которую нам ребята продемонстрировали на суперкубке, это прямое следствие отношений, которые существуют внутри команды. А не бывает и конфликты, а не бывает там все, что угодно. Но это команда. Поэтому это первое. А второе, если мы не обеспечим экономическое и финансовое существование этой команды, ну, простите, все имеет тенденцию заканчиваться. И мы должны это видеть абсолютно откровенно. И если мы вводим третью вводную и говорим, что там должны играть только наши выпускники, ну, мы можем далеко зайти. И при этом давайте тоже еще не будем. Для меня огромный плюс этой команды. Вы посмотрите, у нас же пять собственных выпускников. Нам, собственно говоря, те проблемы, которые сейчас будет 8-17 для очень многих клубов представлять, благодаря тому, как работает у нас Академия, для нас проблемной ситуацией не является. Я разделяю мнение, Юрий Павлович. Приняли такое решение, мы с этим справимся. Не проблема. Спасибо. Спасибо вам. Сектор 22. О, слышно. Здравствуйте. Меня Александр зовут. Приветствую. Во-первых, всем известно, что Локомотив это большая красно-зеленая семья. И вот вы сейчас говорили в предыдущем одном из своих повествований, что давайте поговорим про уважение. Вот мы сюда навстречу, наша встреча с командой началась на час позже, чем она должна была начаться. Это во-первых. А во-вторых, выступали люди актива, выступали люди семейного сектора. Мы также представляем юг, третий сектор, низ. И зачастую мы постоянно остаемся после матча поддержать команду до последних минут. А соответственно, потом мы не можем выйти из сектора тот же час, когда-то чуть меньше, когда больше. Это может быть зима, лето, неважно. Я считаю, это тот вопрос, когда надо работать вам непосредственно как генеральному директору, потому что мы годим команду вперед, и когда вы уже в теплых помещениях, мы по-прежнему находимся на секторе. И следующий вопрос, мне хочется продолжить про абонементную программу. Ее хорошо затронули, задав вопрос про семейный сектор. Я переношу все на юг непосредственно, и цена абонемента на юг с учетом 10% скидки в том году составляла 5850 рублей, в этом году 7200. Соответственно, но мы год от года дома и на выезде поддерживаем команду, то есть у каждого из нас, вот как говорил предыдущий оратор, 20 абонементов, у кого-то из нас 7, 8, 10 и так далее, но сотрудник УРЖД, который может являться болельщиком Спартака, Динамо, любой другой команды, не обязательно он болельщик Локомотива, у него скидка 50%, у нас является всего лишь 10%. И опять же, разные у всех работа, и в том году была возможность, чтобы с Лигой Чемпионов человек взял абонемент и без Лиги Чемпионов. Соответственно, за счет этого большее количество людей гнало бы команду вперед на матчах Чемпионата России, Кубка и так далее. В этом году люди просто, ну, некоторые не могут попасть в Лигу Чемпионов из-за сменного графика, но обязаны брать абонемент с Лигой Чемпионов. Вот в связи с этим мы говорим о посещаниях, если вы говорите про 3000 билетов, вот у меня абонемент в кармане под номером 934. Я брал в воскресенье его после Кубка, взял бы раньше, но когда приезжал за билетом из Суперкубка, не продавались, к сожалению. Мой друг, который за моей спиной брал в понедельник под номером 1014. Вы сейчас хотите сказать, что я вас обманываю? Ну, откуда тогда цифры на абонементе? И как мы развиваем эту программу, если она полупустой? Еще раз, вы сейчас сказали, что я вас обманываю. Я приглашаю вас. Я цифры. Сейчас, сейчас, не перебивайте, я же вас слушал. Я приглашаю вас лично завтра приехать сюда на стадион, значит, и вместе пойдем сходим, посмотрим, что творится с абонементами. Значит, это отчет, который я получаю, он верифицированный, объясняю, это основа бухгалтерского отчета. А, и куда вы переключили, где вы? Я здесь, я вас слушаю. Я просто на вас на монитор смотрел, вы где? Тут, вот. А, yes. Да. То есть, у меня сомнений в этих цифрах нет, потому что они в конечном итоге проходят через 1С бухгалтерию, и никуда мы с вами от заявленных цифр мне, как генеральному директору, не деться. Или сотрудникам, которые мне предоставляют эту информацию. А почему людям выбор не дали? То есть, они могли взять больший билет, а мы будем получать полупустой юг опять. Стоп, стоп. Я отвечал уже сегодня на этот вопрос. Значит, я считаю, что мы на следующий год обязательно сделаем гораздо более подробную, более подробное объяснение того, как мы предполагаем двигаться с нашей абонементной программой. По состоянию на сегодня мы можем говорить о том, что предложение устраивает как покупателей, так и нас, продавцов. Потому что, ну, цифры реально, они растут, и то, что они растут, у меня сомнений нет. Но для меня принципиально важно, я вас смею заверить, что для клуба всего принципиально важно, сделать так, чтобы ваша жизнь была более комфортна здесь на стадионе. И, соответственно, здесь, видимо, нужна гораздо более подробная, понятная работа. Не исключаю, сейчас мы уже не вернемся к истории раздвоения абонементов. Я не исключаю, что на следующий год, даст Бог, будем играть в Еврокубках, и мы предложим опять все-таки раздельную историю для тех, кто хочет купить абонемент. С радостью приеду завтра посмотреть цифры. Спасибо за приглашение. Давайте тогда по времени просто договоримся, когда вы появитесь, и тогда будем… К 12 можно? Сейчас, секунду. С радостью. Просто интересно, как это все происходит, собственно, как у нас тысячи на абонементе. Там на самом деле разные порядковые номера у тех, которые оффлайн и которые онлайн. А по поводу встречи с болельщиками сегодня, то мы приглашали в 19.00, учитывая рабочий день, и наоборот ждали, пока все поднимутся и заполняют сектора относительно количества, которое мы ожидали, и команда специально ждала, чтобы все успели к началу в будний день. Вот и все. Поэтому это не было вопроса неуважения, напротив. У меня просьба. Я с утра на встрече с потенциальными коммерческими партнерами. Можем ли мы это сделать в 13.30? Пожалуйста, давайте подъедут. Куда? Вышится стадион? Сюда, 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 сюда. Ваша фамилия, что пропуск заказать, если вас не забыли? Середов я. Середов. Точно. А зовут? Александр. Отлично. Саш, я вас жду в 13.30, завтра здесь. Хорошо, до встречи, спасибо. Ну, в смысле, у себя в офисе, мой офис. Я где? Я там. Подходите к входу между секторами 1 и 2. На юге, там, где вход в клуб. Между первым и вторым. Спасибо. Благодарю. Следующий вопрос. Постойте, постойте. А по поводу удержания на трибунах, я добавлю, у меня точно такой же вопрос был, но я живу в 100 километрах от Москвы и езжу сюда, вот тоже владелец абонемента, я езжу за 100 километров. А мои друзья, они вообще из другого региона, из Твери. И у нас реально проблема, последняя электричка, вот прямо сейчас, в 22.14, она уже ушла в Тверь. Мы не можем уехать просто с матча и вынуждены уходить. Мы, может быть, и померзли бы, и постояли, и потерпели, но мы домой не уедем просто. Вообще, где ночевать-то? Можно как-то вот этот момент со стадиона уходить? Я здесь же, здесь же. Здесь. А какие варианты есть? Ну, с МВД, либо как-то договориться, мы же не давим никого, у нас тут приходит... Нет, вы имеете в виду более ранний выход с сектора? Ну, выходит, для начала, первым выходит западная трибуна. Мы с ними в метро точно не столкнемся. Не удивляйтесь, я просто могу что-то еще не знать, недопонимать и так далее. Вы сейчас говорите про то, что желательно обеспечить более ранний выход с сектора. Правильно я вас помню? Да, да. Услышал. Ничего сейчас сказать не могу. С нашей безопасностью проработаю эту тему. Найду возможность ответить на этот вопрос. Момент такой. Может быть, раз наш спонсор ТРЖД, может быть, я не знаю, но просто забегаю, может быть, они электричку подвинут, и тогда у вас не будет проблем. Мы согласны возвращаться позже, но чтобы было на чем? За электричку ответить не могу. За время выхода со стадиона точно, по крайней мере, буду понимать, с чем связана задержка в час. В принципе, то есть по опыту Олимпиады я понимаю, что есть необходимость развести потоки между югом и севером. Но, честное слово, на севере у нас гостей конфликта опасных, ну, я не знаю, там, пятая часть матча, наверное, если не меньше даже. Поэтому, да, я согласен с тем, что вопрос нужно посмотреть. Посмотрю. Спасибо. Спасибо. Я извиняюсь, здравствуйте еще раз. Василий Александрович, еще раз от меня вопрос. Правильно я так понимаю, что мы сейчас вас ожидаем, чтобы обсудить вопросы, которые я не могу сейчас здесь задать? Нет, а что, у вас есть вопросы, которые вы не можете? Которые мы не можем здесь задать? Почему? Какие у вас вопросы есть, которые вы не можете задать? Я на любую тему готов разговаривать. Нет темы. Это вопросы, это вопросы по... Кроме тем, которые могут повредить коммерческой деятельности клуба. Любой вопрос готов обсуждать, другой. Хорошо. По поводу Самары у нас вопросы. Давайте. Мы здесь не готовы задавать. Давайте по Самаре поговорим. Вот вы нашли время показать абонементу и там программу вот это вот все на завтра. Найдите и для нас время. Смотрите. Актив. Но у нас там не один человек по абонементу. Я понимаю, что... Смотрите, у меня с вами должна была быть встреча 27 марта, как вы, наверное, знаете, да? На которую вы не пришли. Актив. А может, не вы не пришли, может, кто-то еще не пришел. Может, какой-то другой актив. Я, собственно говоря, когда анонимное письмо получил, подписанное Активом, поэтому мне было интересно, кто его писал. Хотя письмо было даже не в мой адрес, в адрес Анатолия Анатольевича Мещерякова. Значит, у меня в планах было разговаривать с Активом, вот как вы в том понимании, как вы это себе видите, после жеребьевки Лиги Чемпионов в силу целого ряда обстоятельств. В силу этого же целого ряда обстоятельств я так понимаю, что мы с рядом представителей Актива встретимся после 15-го числа. 15-го чего? Июня, июня. Июля, пардон. Поговорим. По крайней мере, меня некоторые товарищи, представляющие ЮГ, об этом попросили, и мы предварительно об этом договорились. Посмотрим, как оно состоится, не состоится, и в каком состоянии. А вот это я уже оставлю за скобками. Ну, просьба такая была, прямо буквально после ситуации с 35-минутным молчанием. Мне было крайне... Сейчас, сейчас, секундочку, дайте договорить. Значит, давайте по Самаре. Да? Значит, по Самаре у нас с вами там есть две проблемных точки. Одна проблемная точка касается задержания части Актива, которая произошла после посиделок сперва в баре, потом в кафе, и вторая часть относится к проносу баннеров на стадион. Давайте начнем со второй, она проще и понятен. В том, что касается проноса баннеров на стадион накануне, как мы с вами хорошо знаем, все баннеры были согласованы. И РФС это признал, и, мало того, РФС нас поддержал в наших запросах к полиции, как и что там могло произойти. Мало того, я вам скажу следующее, вы должны быть уверены в том, что даже если не наружу не выплескивается информация о какой-то работе, это не означает, что она не ведется. Первое обсуждение с РФС вопроса о заносе или выносе баннеров и разрешении на использование их, оно появилось там за час до начала матча, когда только пошли первые сведения, что не дают заносить баннеры. Полиция мотивировала это тем, насколько вы помните, там наконец состоялась игра между Спартаком и Крыльями, и болельщики Спартака это объяснение со стороны МВД под прикрываясь баннерами использовали пиротехнику и полиция не могла определить, кто этой пиротехникой пользовался. Именно этим нам и объяснили, почему были запрещены те баннеры, которые РФС накануне разрешила к проносу. Мы считаем, что это ошибочная позиция, РФС нас поддержал и с этой точки зрения есть целый ряд заявлений в адрес силовых структур Самары о недопустимости подобного интерпретирования работы с болельщиками. Думаю, что этот опыт будет учтен при проведении следующих кубков и не только кубков. В том числе будет учтен с точки зрения целесообразности дальнейшего проведения соревнований в Самаре. Есть стараясь, но там просто традиция на самом деле, как удалось информацию собрать, к сожалению, там есть целая традиция, когда МВД не принимает во внимание те решения и разрешения, которые выдала РФС, что на мой взгляд ставит под сомнение целесообразность проведения РФС и РПЛ вообще тогда событий национального масштаба, конфликтные на ресурс ситуации. Еще раз подчеркну, что РФС нашу точку зрения понимает и разделяет. Мы со своей стороны понимаем и разделяем точку зрения РФС и силовиков, которые говорят, что по оперативным данным была информация о готовившейся встрече с горячо нами любимыми и уважаемыми болельщиками крыльев-советов. Они конкретно называют фамилии тех, кто готовил эту встречу, кто на свое счастье вовремя отошел, а в результате не оказался в числе задержанных. Они рассказывают, откуда приехали машины, в багажниках которых лежала пиротехника. Я сейчас в активе пересказываю вещи, которые актив без меня знает прекрасно. Правда? Или неправда? Неправда. Неправда. Ну, тогда наши источники информации дают разную информацию. Нам сообщают о том, что все, кто были задержаны, попали на стадион вовремя. Вот та информация, которую я имею по состоянию на сегодня. Это тоже неправда. В чем? В какой части? что попали вовремя на стадион. У нас есть люди, которые были задержаны и попали на стадион только ко второму тайму. Понятно. В 70-й минуте именно. Понятно. Ну, вот думаю, что вот здесь вот в этой части, в части, которая касается, так сказать, около футбола, в части выяснения отношений с крыльями советов и так далее, от нас поддержки не будет. Вот, в части с баннерами, я думаю, что там достаточно жесткая и точная позиция с нашей стороны. Так, соответственно... Что-что? Ну, если можно, просто, я просто не слышу. Да, хорошо. Ну, просто уточняю, что пиротехники у нас не было, это как бы понятно. Ладно, самое важное, вот вы сказали по 15-му числу, там, после 15-го, мы понимаем, вы занятый человек с графиком серьезным, вы нам скажите конкретнее, когда это будет все? Я не могу сказать, просто там есть ребята, которые конкретно занимаются этим вопросом, и они бы договорились, что после 15-го числа я готов эту тему с ними проработать и сказать. все, спасибо. У меня все, может быть, кто-то еще спросит. Спасибо. У меня только один вопрос. Кто сказал, что пиротехники не было? Василий Александрович, я только хотел уточнить, что после Самары, после Самары в организацию United South звонил Комаров и просил, чтобы мы вообще ничего не поднимали, просто ничего нигде не поднимали, потому что будет заявление от клуба. Ну, это, ну, я не был в кафе в том, и неправильно будет, чтобы я сейчас выступил, и сказал, кто там был, что с собой было, хотя, ну, а у меня информация, ну, простите, другая, ну, здесь просто нужно сверять, потому что я точно знаю людей, которые, которые туда шли, вот, ну, точно, которые не имеют отношения ни к чему, вот, о чем вы говорите. И их тоже задержали. Комаров обещал заявление, Василий Александрович, извините, я просто вопрос договорю. Он обещал заявление, он нас просил, ничего нигде не поднимать. Мы свою часть сдержали, мы нигде ничего не подняли. Заявлений никакого не было. Заявление единственное, которое мы увидели по Самаре, оно пришло от РФС, даже быстрее, чем от клуба. Все, у меня конец сообщения по поводу Самары. Заявлений Александрович, я вас приветствую, заряжающий южные трибуны. Хотелось бы по Самаре... Я вас вижу регулярно, да, я понимаю, идентифицирую. Хотелось бы по Самаре немножко, так сказать, объясниться, то, что, то, что говорят пиротехники, это полное вранье, так как те парни, кого задержали, 50 человек, там, 35, я лично с ними в самолете летел, и там ничего ни у кого не было. А 15 те ребята, кто были, они тоже двигались так, что у них не могло быть пиротехники. Не, не, пиротехнику везли не оттуда, пиротехнику вообще везли не из Москвы. По поводу той встречи 27 числа, кто должна была быть, я не знаю, знаете вы или нет, но в этот день задержали двух наших друзей-соратников, и было принято решение, что если наших ребят задержали, то встречу надо переносить, потому что, ну, я думаю, вы понимаете прекрасно, что это нецелесообразно было бы. И, образно говоря, был разговор, что не нужно ходить туда. Вот поэтому я и не был. Нет, я в курсе, эта информация до меня вся дошла, да? Спасибо. Спасибо. Вам, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня следующий вопрос. В прошлом году все евровыезды делали болельщики сами, что было неудобно. Планируется в этом году организация клубом помощи в евровыездах, ну, организация чартеров и так далее, и так далее. А что мы понимаем под помощью в евровыездах? Ну, вот аналог Самары, только в Европу. То, что самолет был организован чартерный, как бы вот в этом плане. Мы не знаем, посмотрим. Самара нам стоила денег. Ну, мы тоже, как бы, не готовы платить просто некоторые выезды, а не там вторник-среду. Речь идет о финансовой помощи или речь идет об организации? Организации, не финансовую помощь, нет. Организация, помощь в организации. Абсолютно реально. Значит, просто по сути, мы для Самары, мы свезли в Самару не из Москвы, на поездах людей, из Москвы самолет, из Москвы автобусы поехали. Ну, в общем-то, круглая сумма получилась, на которую, на регулярной основе клуб пока не готов. По организации точно можем помочь. Да, по организации в части того, что, допустим, самолет 300 человек, мы 300 человек не организуемся, а вот с помощью клуба как-то саккумулировать. Я думаю, что это правильный вопрос и здесь точно готовы прорабатывать его. Спасибо. 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 У меня вопрос, кстати. Можно в обратную сторону, к активу? Вот с учетом, что прошло там какое-то время, вот вы не можете пояснить ваше 35-минутное молчание? Вы сами об этом не жалеете? Это хорошо насчет чего-то. Вы считаете, что помогли, да? Здрасте. Меня зовут Олег. Я поясню про 35-минут. Василий Александрович, я издалека чуть-чуть начну, чтобы вы все прекрасно понимали. Во времена, когда у нас был Геркус, у нас не очень, откровенно говоря, с ним складывались взаимоотношения. У всех были, ну, там свои что-то нравилось, что-то не нравилось. Я там могу признать его там плюсы и все остальное, но в целом, вот допустим, с нашей стороны мнение он не очень импонировал, но это отдельно. И когда мы, так скажем, инсайдерски знали, что вы придете, мы это приняли радостно, тем более, зная там ваш бэкраунд, зная там всех партнеров и всего остального, то есть мы это реально приветствовали радостно и ждали, и с нетерпением ждали, когда вы придете, разберетесь в клубе и встретитесь, и мы наладим взаимоотношения и будем понимать, как мы будем устраивать отношения в плане там поддержки и всего остального. После этого происходит то, что у нас срывается встреча 27 числа, срывается она не очень хорошим образом, то есть сначала нам говорят, ребят, давайте мы там готовим встречу, мы вам отдельно сообщим. И сообщают в день, когда она должна быть, в 2 часа дня, при этом в 11 уже людей вызвали в ФСБ и там сказали, что ребята, вы на эту встречу не идете. Естественно, в такой ситуации мы не могли туда прийти, это раз. После этого отдельные люди с разных сторон пытались донести до вас, что это какое-то недоразумение, давайте встретимся. И все эти люди нам доносили, что вы их услышали, сказали, да, да, встреча будет, но чуть-чуть позже. После этого происходит второй взрыв, Самара, где клуб, и сейчас вы это подтверждаете, мы там не будем поддерживать кого, не разобравшись, понимаете, вы нас об этом не спросили, вы послушали другую сторону и другая сторона вам сказала, что мы там все хулиганы и с кассетами сидим, ждем встречи с Самарой. Так можно про любого сказать, что есть половина юга, экстремисты, и вот с ними там вести диалог не нужно, но это неправильно. Мы ни про кого так не говорим, мы не выносили ссоры, и как-то там не пытались эскалировать этот зарождающийся скандал, нам это не нужно, мы просто хотели пообщаться по-мужски, глаза в глаза. Погодите, так вы хотите сейчас сказать, что вы пытались организовать со мной встречу этими 35-минутными молчаниями? 35 минут, и это было, я следующее продолжу, до конца договорю, пожалуйста. Дальше вышло ваше заявление по нашему обращению к Мещерякову. Оно было, мягко скажем, не очень уважительной форме, если честно. Если честно, вы там позволяли о нас говорить как не о болельщиках, а о какой-то группе, которая мутит воду. И что у нас там 5-10 человек. Но это неправда. Это было решение, поверьте, всех активных лидеров, всех движений. Мы собрались, мы вместе этот вопрос обсудили, и этот текст приняли все. Поэтому то, что здесь было, это была позиция Юга, и это доказал матч на Суперкубке. И 35 минут, как вы видите, они подействовали. Нас захотели услышать, нам все спрашивают, что вы хотите. А мы все это время просто хотели с вами пообщаться. Вот вопрос встречный. Стоило доводить до того, что мы сейчас друг друга выезжаем. Зеркальце берите в руки, ребят. Берите в руки зеркальце и смотрите в зеркальце. Смотрите. Если вы хотите складывать с руководством клуба, пока я сижу в руководстве клуба, нормальные отношения, никогда в жизни больше не позволяйте себе для достижения своих целей использовать спортивный результат. Никогда в жизни вы серьезнейшая, важнейшая часть поддержки команды. Когда вас можно, когда вы молчите траурные там 5-10 минут, смотреть футбол невозможно. Вы берете и размениваете на кубковом матче, когда стоит вопрос о победе в суперкубке, когда у нас три подряд поражения, вы для того, чтобы приковать мое внимание, позволяете себе на 35 минут. Хорошо, а если бы я сделал на 45 процентов, повысил бы цены на абонементы? Это здесь ни при чем. Ну как ни при чем? Ребята, стоп, 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 уважаемые же ваши же среди люди, сразу же, стоп, сразу же, сразу же после этого матча, когда я задал вопрос, что происходит, я получил через 20 минут после окончания матча ответ со ссылкой на серьезных людей, что, Вася, дорогой, это реакция на то, что вы на 35 процентов подняли абонементы. Я не хочу сейчас обсуждать. Василий Алексеевич. Сейчас, погодите, 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 дайте договорю. Я просто говорю о следующем. Вы важнейшая часть игры. Без актива, без юга смотреть футбол плохо. У меня есть две мечты, если говорить про болельщиков. У меня есть два обращения к болельщикам. О чем я мечтаю, я вообще о многом мечтаю, многое мечтаю успеть сделать, пока я здесь сижу в этом кресле. Ну, я не это кресло, имею в виду то. Ну, хотя и в этом тоже. Другая сторона того же кресла. Значит, первое, это я хочу, чтобы мы убрали мат. Очень хочу. И вторая тема, которую я хочу, чтобы меня гулял не юг, а как юг, чтобы меня заряжал восток, запад и юг. Под управлением юга. Под руководством юга. Но я хочу, чтобы у нас здесь был Галтасарай. Я хочу, чтобы у нас здесь был Фенербахче. А не 6 тысяч. Я хочу, чтобы болели 20 тысяч. Вот задача перед Маратом стоит. Он должен опять-таки к окончанию моей работы вывести на цифру в 20 тысяч среднюю посещаемость по сезону. А как... Что? Я не слышу. Можно микрофон здесь, пожалуйста? Нет, сейчас просто это отклонение от темы будет. Я услышал вас, Алексей Александрович. Спасибо за ваш комментарий в этом плане. Но давайте тогда уже откровенно и честно скажем, а как мы должны были еще привлечь к себе внимание, если другие люди, к которым мы обращались, нам говорили «да-да-да», и в итоге все это сводилось на «нет». И тем более сейчас получается, вы правильно говорите, что мы активная часть и самая важная часть поддержки, но при этом мы должны ждать, все время ждать кого-то и чего-то. Почему к нам не обращаются? Вы... А у вас же точно так же есть эти контакты. И вы могли набрать и спросить, ребят, а чего вы сегодня 35 минут молчали? Почему кто-то, какие-то там люди очень серьезные решают за нас, почему мы молчали? Мы не молчали за 45 процентов. А почему вы не могли меня набрать и задать ровно тот же самый вопрос до того, как принимать решение? Слушайте, кончайте. Если бы вы хотели... Мы таким образом... Давайте обвиняемся с вами телефона, Василий Александрович. Легко. Вообще без проблем. а я буду тогда звонить вам. Вообще без проблем. И закроем этот вопрос. Вообще без проблем. Но, услышьте меня, пожалуйста, в той части. Вот давайте у нас с вами это будет первый и последний раз. Ни результатом, ни командой. У нас с вами могут быть любые отношения. И прецедент, и история знает. Но от того, как складываются наши с вами отношения, мои, генерального директора, с активом, команда страдать не должна. Находите другие форматы, какие угодно. Именно поэтому, Василий Александрович, извините, что я... Да, и еще последнее скажу. А письма свои лучше подписывайте. С моей стороны больше уважения будет. Спасибо. Это правильное замечание. Очень плохо было, что не подписали в начале с перечислением всех активов. Это было правильное замечание. И, наверное, единственное замечание, которое мы готовы были принять вот после открытого письма вот этого. по... Простите, я сбился. Да, я хотел по Марату сказать, что вы говорите, что перед ним стоит задача до 20 тысяч поднять посещаемость. Я могу сказать, что мы уже знаем, что с 97-го года Марат работает в клубе. При Ольге Смороцкой завышались цифры посещения. В два, в три раза. Буквально. То есть это... Мы считали, мы вот специально приходили сюда, садились и прям считали вот так по человеку. Вань, ну, ну, хорошо. Ну, что ты мне сейчас про Смороцкую? Ну, ну, коль Ольге Юрьевне... Он уже это делал. У него такая же цифра. У него такая же была задача. И он с ней справлялся идеально просто. Он ставил цифры, какие хотел. Две тысячи на стадионе, восемь в приезд. На ЦСКА был? Да. Был. Там было возможность завысить? Не понял сейчас. Ну, на матче с ЦСКА была возможность завысить? Марат приводит в прессе про ЦСКА пример. Говорит, что даже на ЦСКА вы купили абонементы, и простые болельщики не могли купить. Я залез в интернет и посмотрел цифры. Я их... Ну, мое обращение, мое личное, не как представитель актива там или кого-то, мое личное, Ивана Крылова. Оно достаточно хорошо разошлось. Я знаю, что в клубе его слышали, знаю, что Марат его слышал. Но он на него не ответил. Я про матч с ЦСКА сказал. В интернете есть цифры. Незаполненными остались 192 места. То есть вот наша вместимость и посещаемость в тот день на матче с ЦСКА. 192 места не хватило до полного солд-аута. Ну, это что? Считается, что это владельцы абонементов, что ли, не пришли? Да. На матче с ЦСКА отсутствовали 840 владельцев абонементов. Из 5900 продано. А можно уточнить тогда, почему 192 места всего полного? Потому что по-прежнему энное количество людей проходит без билета. По-прежнему энное количество людей проходит без билета. А можно уточнить, сколько среди них сотрудников РЖД и пригласительных? Вот это второй вопрос. Ну, это важный вопрос. Конечно, важный вопрос. Вань, но этот вопрос меня точно так же волнует, потому что он точно так же напрямую зависит от того, сколько денег мы получаем со стадиона. А я, помните, был вопрос, я упустил его, который касался, почему сотрудники РЖД имеют 50-процентную скидку, а люди, которые там... Вань, вот как, например, вы. Я знаю, что вы каждый год покупаете абонемент. Кстати, в отличие от многих представителей актива. Сейчас, 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 сейчас. Ну, дайте договорить. Это отдельная тема. Можем переговорить, как кто из актива сюда попадает. У меня много информации, в особенности за последнее время появилось. Значит, здесь вся основная история связана с тем, что основной партнер локомотива – это РЖД. РЖД выделяет финансирование, с РЖД существуют определенные договоренности, и мы поэтому, вот эта 50-процентная скидка существует. Василий Александрович, тем не менее, если вы посмотрите на сектора и, опять же, посмотрите на статистику, именно болельщики, которые купили по квоте РЖД, по скидке РЖД, не приходят на те самые матчи, о которых говорит Марат. Тоже согласен, Вань. Тоже согласен. Огромная проблема. Да, простите, я извиняюсь перед теми, вперед кого я опять влез. Я можно, раз уж мы пошли к этой теме, можно я тогда публично, просто по интервью Марата, которое мы прочитали, и которое… В заявлении, которое подписано вами, которое подписано вами, но есть предположения много от кого, что писалось оно не вами, и можете не отвечать, это я мысли вслух, как будто бы. В общем, там в этом заявлении… Знаете, сейчас, сейчас, Вань, знаете, в какой части писалось не мной? Какая? Коллеги убрали абзац, который был гораздо более жесткий и, на мой взгляд, гораздо более точный. Они попросили, для того, чтобы обострения не было, давай снимем. Вот в этой части поправили мое обращение, ответ на ваше письмо. Простите, что вас перебил, давайте. Ничего страшного, я… Ну, как скажете, без проблем. Это про заявление про это. В общем, в этом заявлении вы говорите, что Марат Фатахов все объяснил. Я по тому, как объяснил нам Марат Фатахов. Ну, во-первых, смотрите, про старт абонементной программы. Уже в прошлом году клуб 100%, я это знаю, потому что от меня лично тоже, получали ответную реакцию по старту абонементной программы. Клуб в прошлом году стал чемпионом. Была бы возможность просто сразу после чемпионского матча начать покупать, продавать, точнее, абонементы. Ничего этому не мешает технически, если клуб начинает готовиться чуть заранее. В этом году можно было сделать то же самое. Я, ну, опять же, я об этом уже говорил, что можно было сразу после матча с Уфой людям предложить, ребята, мы попали в Лигу чемпионов, добро пожаловать в кассы клуба, там вы можете продлить, ну, извините, я скажу, там вы можете продлить, да, ну, Василий Александрович, пожалуйста. Я же молчу, я только головой трясу, ну, что вы, Вань. Ну, я могу вот так, ну, понимаете, ну, не совсем. Ну, хорошо, в общем, смотрите, я, вы извините, я в телефон свой смотрю, потому что я все записывал здесь, чтобы никто не подумал. А еще болельщик, который я даже не знаю, сегодня на трибуне подошел, мне даже в цифрах, хотя про цифры я вообще не хотел говорить, честное слово, но мне даже в цифрах раскладку принес, про подорожание и так далее. Я просто от себя сейчас именно вопрос. Так вот, можно было сделать старт продажи абонементов, как сделал Краснодар, например, сразу по окончании сезона. После Уфы люди заходят, покупают на эмоциях. Вот в тот момент подорожание меньшую реакцию вызвало бы. Это первая важная штука. Потом Марат в этом же комментарии говорит, болельщики могут подождать, говорит Марат. Они же не пойдут к Спартаку и Динамо, они лояльны, они подождут. Это странное отношение к болельщикам, к своим. Не надо так к болельщикам относиться. Вань, Вань, Вань. Да подождут, они же не перейдут. Мне кажется, что вы сейчас просто ищете, за что зацепиться. Ну подождите, Василий Викторович. Давайте так, это самое. Василий, можно мне продолжить? Не монополизируйте микрофон, дайте кому-нибудь что. Я услышал, что вы недовольны абонементной программой. Я вам могу сказать, что я предварительными итогами пока удовлетворен в той части, которая меня интересует. Я четко слышу, сегодня далеко не первый раз мы поднимаем тему, как мы ее в этом году сделали. И в очередной раз говорю, что мы постараемся на следующий год нести коррективы с учетом имеющегося опыта. Это максимум, чем могу сказать. Но мне очень интересно, какие результаты мы добьемся сейчас к жеребьевке Лиги Чемпионов, когда мы закроем продажу абонементов. И меня очень интересует вообще, какие у нас будут продажи по году. Посмотрим. Друзья, время близится совсем уж к полуночи. Простите, я не закончил. Простите, пожалуйста. Я могу просто тогда все зачитать, а потом вы можете ответить. Смотрите, значит, про отсутствие альтернативы я хотел бы тоже добавить. Что можно сделать? Понятно, что только Чемпионат России про это говорили. Но Марат говорит, что ну там 10% продали, господи, подумаешь. Это болельщики наши, даже 10, даже 5, даже 1%, которые купят это предложение, это наш болельщик, даже один. А Марат ему не дает возможности купить. Он говорит, ну ты, один человек нам не важен, нам важна сумма. Подождите, Василий Александрович, простите, а то сейчас вы меня опять завернете. Так вот, можно же сделать отдельно на Чемпионат России, можно сделать отдельно на Лигу Чемпионов, можно отдельно на топ-матчи, о чем Марат переживает так сильно. Смотрите дальше. Марат говорит, что... Он правильно делает, что переживает. Это самое, на горло меня тоже не надо брать, ребят. Когда у нас с вами потом дырки появляются на стадионе, потому что на этих местах не сидят болельщики. Это было решать, ну что вы мне рассказываете? Ну что вы мне рассказываете? Я как раз хочу проанализировать и посмотреть по факту, что получается. А вы мне сейчас начинаете просто Марата клевать. Прекратите. Прекратите, Вань. Не надо. Давайте посмотрим. Мы с вами спокойно встретимся и обсудим итоги в тот момент, когда эти итоги будут понятны. Но видеть зияющие пустоты, как это было на матче с ЦСКА, не пришедших владельцев абонементов, мне тоже не хочется. Поэтому, Вань, я услышал вашу... Я прошу снять персональную историю. Считайте, что за все в клубе отвечаю я. Это моя проблема. Это я либо недосмотрел, либо санкционировал. Это я виноват. Кончайте клевать Марата. Хороший рабочий мужик до корней волос, преданный болельщик локомотива. И уж точно он действует не во вред локомотиву. Значит, посмотрим практику. Посмотрим практику, сравним. На уроках учимся. Когда граблями понусу получаем, второй раз стараемся не получать. Я, Василий Александрович, вас услышал. И я даже в своем обращении, в своем личном, открыто говорил, что, конечно, неправильно, что я говорю только про Марата, потому что, очевидно, это позиция клуба. Хорошо, я тогда продолжу, что клуб говорит. Клуб говорит, что не работает CRM-система. Во-первых, клуб в этом зачем-то признается. Даже если она не работает, как это можно выставлять на показ? Она у нас давно. Но мы знаем, что она ломалась три года назад. Зачем сейчас об этом сказали в клубе публично? Если CRM-система не работает, я сделал пример сегодня специально. Я вот принес пачку абонементов. Василий Александрович, я прошу, кончайте это самое. CRM-система работает, и работает успешно. И ровно по ней мы продаем абонементы, и по ней мы продаем билеты. И в этой CRM-системе у нас 150 тысяч пользователей. Вань, вы сейчас занимаетесь демагогией, кончайте. Если вы хотите монополизировать микрофон, хотите ко мне зайти, просто посидеть поговорить, ну давайте поговорим, я боюсь, что это превратится в многочасовой разговор. А я против этого. Сегодня не ваш вечер, и не мой вечер. Сегодня вечер болельщиков. Дайте другим то же слово. Я услышал то, что вы говорите. Вам не понравилось заявление Марата. Я услышал, но это я услышал давно. Вань, спасибо большое за вопросы, правда. Но тема абонементной программы была развернута Василием Александровичем, на нее даны были ответы. И по поводу опций, которые хотят сделать в будущем сезоне, и по поводу семейного сектора. У нас был поднят вопрос Самары. Давайте у нас просто время к полуночи. Вот какие у нас остались важные, актуальные темы. Вот давайте, вот этого сектора давно не было. Давайте вот прям самое важное, последнее, самое важное. Добрый вечер. Вы знаете, что я предлагаю? Давайте, смотрите, народ стоит, я уважаю то, что вы стояли и ждали. Давайте мы сделаем так. Короткие вопросы, а с моей стороны максимально короткие и честные ответы. Ладно? Если я вдруг на что-то не хочу ответить, честно скажу, не хочу, и объясню почему. Ладно? Погнали. Вопрос касателя календарей РПЛ. Почему Локомотив проголосовал за расширение российской премьер-лиги? Это неправда. Что влияет... Это неправда. Это тот же самый фейк, который распространился с самого первого совещания. То есть вы проголосовали против? Да, конечно. И мало того, вот смотрите, как работает медиа сейчас. Я отвечаю. Если хотите, в РПЛ узнавайте. На самом первом совещании в РПЛ несколько клубов выставили против. Значит, дальше была назначена комиссия, в которую вошел и я. И по результату этой комиссии было предложено не расширять лигу. Все. Дальше предлагались разные варианты. Дальше предлагались разные варианты. Приехал Станислав Саламычерчесов. Он предложил вариант изменения календаря с увеличением количества игр, но из 16 клубов. Нет, клуб никогда не поддерживал. Хорошо, тогда просьба клубу сделать как можно удобнее календарь для болельщиков. Потому что невозможно... Смотришь на календарь и ты не понимаешь, в какой день, в какой день, неделю, в какое время у тебя матч на выезде. Но это же не от нас зависит. Ну клуб как-то хоть может помочь? Переносы постоянные, непонятно куда. Друзья, ну календарем занимается РПЛ. Сейчас была новость о том, что специалисты из Высшей школы экономики присоединились. Они разработали календарь. Мы живем в его рамках. Безусловно, клуб иногда по договоренности с клубом пытается договориться о каких-то переносах, больших удобствах. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Мало времени. Вопрос хотел задать про ХВИЧу. Потому что информации очень много разная. И что перешел... Спасибо за вопрос. Значит, смотрите, по ХВИЧу... Я долго ждал, думал... Спасибо, спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. По ХВИЧу это большая беда. Я считаю, что интересами парня просто пожертвовали агенты. Я отказался повторять то предложение, которое сделали ему в Казани. За месяц до истечения срока контракта у нас с агентами была договоренность о том, что ХВИЧ остаётся у нас на приемлемых и для нас, и для него условиях. Юрий Павлович реально относился к ХВИЧу как... И относится к ХВИЧу как, ну, к большой будущей звезде. И это же с подачи Юрия Павловича ХВИЧ появился. Год ещё при Илле Леонидовиче Юрий Павлович просил обратить внимание на этого игрока. У меня большая просьба. ХВИЧ сейчас появится, он не виноват в этой ситуации. Я очень много резких, оскорбительных высказываний видел. Не надо этого делать, это не он виноват. Если назвать ХВИЧ своими именами, его ввезли агенты, которые на этом быстро заработали деньги. А у него своей головы нет? 18 лет. Ну, я не понимаю, как. Команда играет в Лиге Чемпионов, команда имеет тренера, умеющего поднимать игроков и очень доброжелательно относящегося. У парня отличные перспективы в команде. У парня есть Саба, Соломон Кверквелия, которого опекает, помогает, поддерживает. В команде отличные, ещё раз подчеркну, отношения. Никакой ни дедовщины, ничего. Всё, всё, бери, расти и становись мега-звездой. И возможности, мне кажется, локомотива по продвижению игрока, в том числе и благодаря игре в Лиге Чемпионов, ну, несравненно выше, чем у Рубина. Мне жалко, что он ушёл. Очень жалко. И, с одной стороны, ну, анализируя там много-много раз, где ошибся, где что сделал неправильно, ну, наверное, надо было быть более жёстким в требовании реакции на согласованной договорённости. Вот, то есть, не ждать там, пока какие-то дополнительные условия произойдут, а требовать, вот, немедленно подписать. Договорились? Немедленно подписать соглашение. Нет, не получилось. Я жалею об этом. Но это уже без поворотности. Да, всё. Спасибо. Василий Александрович, добрый вечер. Немножко разрежу обстановку, какая-то у нас накалённая, да? Нет, нет, нет. Нерв. Ребят, по определению, смотрите, я считаю, что в семье нет темы, на которые нельзя говорить. Есть единственная тема, ещё раз говорю, которую я всегда оставлю за скобки в период трансферного окна, это экономика и приобретение игроков. Нечаянно что-то скажу, помешаю сделке. Всё остальное я готов обсуждать. Очень здорово. Я бы хотел сказать, что меня зовут Никита, я являюсь представителем сектора «Восток». Непосредственно в нынешнее время, скажем так, группа болельщиков, оплаты семьи. То есть мы ходим с детьми, у нас ходит большое количество, то есть десятками человек, в принципе, мы уже исчисляемся. Хотел бы понять такой вопрос. Сегодня вы сказали о том, что очень важны болельщики и важный момент коммерциализации, правильно? То есть зарабатывание клубом денежных средств. Значит, хотелось бы сразу прямой вопрос задать. Для того, чтобы коммерциализировать болельщиков, на стадионе должна работать мерчандайзинговая система. То есть тот же самый кейтеринг должен быть на определенном уровне. Это раз. То есть на сегодняшний день мы уже много лет смотрим на те же самые сосиски в тесте, чаек и певси-колы. На матче чемпионском с «Зенитом» я был с детьми, и у меня была куча друзей, родственников. Я подошел в первом тайме, и там даже не было воды. Вода кончилась на 5 минут, я условно говорю. Вопрос сервиса в комплексе. Значит, я подниму несколько тем. Вопрос сервиса и, в принципе, вот этой атмосферы, которая с болельщиками сложилась. Чтобы не говорили об Илье Геркусе, в целом совпали и результаты команды, и приход Палыча. То есть атмосфера стала благоприятной. Многие болельщики, которые ходили там единично, они повели за собой друзей, семьи. То есть я могу сказать просто о собственном примере. И в конечном итоге появились там елки новогодние. Вот последняя елка, которая была новогодняя, появилась такая система. Люди приехали за несколько часов и встали в очереди. Стоят женщины с коляскими детьми, а их обыскивают там детей, прощупывают чуть ли не памперс. У меня был нонсенс. Я стоял, ругался там, потому что люди стоят на морозе. Я говорю, кого вы ущупаете, понимаете? И это вопрос сервиса на стадионе. Вот сегодня наша встреча запланирована на 19.00. Люди ехали с работы. Наше время, как и время футболистов, которых мы сегодня отпустили, стоит тоже больших денег. Я считаю, что клуб должен уважать своих людей. На Лигу Чемпионов, на Лигу Чемпионов, я приезжаю на матч всегда заранее, не приезжаю я за полчаса. На Лигу Чемпионов мы встали в очереди. На каждой из секторов у меня стали разные друзья. Мы стояли вот в этой сосиске. Я слушал на первый матч гимн Лиги Чемпионов под дождем стоим вон там. И он еще прерывался. Понимаете? Я считаю, что за болельщик нужно драться. Я готов платить деньги, но давайте коммерциализировать это, понимаете? Я прихожу с ребенком. Я на матче, условно говоря, я покупаю билет. Я готов купить ему один и тот же день. Я ему готов купить игрушку, футболку, шорты, штаны, поесть там на миллиард тысяч. Мне этого не жалко и другим. Но покормить нечем. Вот скажите, у нас в команде есть Бенедикт Хевидас, который кушает не сосиски в тесте, понимаете, а спаржу, ростки, понимаете, вот эти вот. А у нас на стадионе есть какие-нибудь ростки? Может быть, у меня ребенок Бенедикт Хевидас, понимаете? Мы должны создавать тренд. Мы не должны смотреть в новостях, как «Зенит» кормит корюшкой своих фанатов, и они писают кипятком «Наша питерская корюшка». Слушайте, я... Стоп, все, хорош. Чуть-чуть, чуть-чуть. Время позднее. Ну, стоп. Я вас слышу. И с вами полностью согласен, на 150% согласен. Что удастся сделать вот до конца первой половины чемпионата. Я не знаю, там, по зиме удастся нам здесь собраться или слишком холодно будет. Но мне будет интересно ваше мнение. Мыслей много. Василий Александрович, и маленький момент. Вот вы сказали про Восток, что вы хотите видеть, чтобы на Востоке представители Юга устраивали также перформансы, поддержки. Нет! Я сказал, на Востоке Восток, Юг на Юге. Просто Юг зажигалка. Юг уже очень многое знает и очень многое умеет. Поэтому, и мало того, мне плохо будет, если у нас Юг будет одно, Восток другой, а Запад третий. Мне нужно, чтобы наша вот эта вот подкова объединилась. Чтобы она работала вся так же, как сейчас работает Юг. Давайте создадим некоторую общую систему, не только активную группировку. Подключайте других представителей, представителей семейного сектора и Востока. Все готовы работать вместе и делать предложения. Вот сегодняшняя встреча, она происходит раз в год. Но, вы представляете, у каждого накипело. Здесь каждый может вам вывалить все, что у него там за 10 лет. Правильно? Сил не хватит это высушить. И поэтому мы готовы работать в течение всего года и делать свои предложения. Я говорю, ну, у нас их много. И там касаемо тех же самых, знаешь, еды. То есть, там, условно говоря, почему у нас сосиски в тесте продаются? Сделайте две, назовите их там сосиски-братишки, условно говоря. Все там будут запоминать. Дайте мне сосиски-братишки, знаете. Все, что хотите. Стружка тунца там, волосы и кверквели. Ну, все, что хотите. Давайте греметь. Клуб «Локомотив» должен быть клубом с железными яйцами. Вот и Енисей. У них там один пацан издает тренд и вся эта премьер-лига. Енисей, какой современный клуб. А у нас абонементская программа. Когда она запускалась, мы должны... Я вас услышал. Все, хорошо. Давайте, спасибо. Спасибо. Будьте добры. Друзья, давайте буквально два последних вопроса. Подумаем обо всех нас и зададим действительно самым важным. Не, не, я бы не так. Давайте так. Сколько у нас здесь микрофонов? Раз. У вас сколько там людей сейчас хотят выступить? Шесть микрофонов. Я один пока. У вас там сколько человек хотят выступить? Двое, двое, двое. 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 Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь, давайте так, как договорились, за последним не занимать. Все, отвечаю на все вопросы. Но, ребят, полдвенадцатого ночи. Да, спасибо. У меня машина стоит. А кому-то на метро. Подвезете? Нет. Меня дома ждут. Давайте, друзья, вопрос. Можно? Да. Был ли проведен клубом анализ причин очень плохой посещаемости на прошлой Лиге Чемпионов? Если да, каковы причины и самое главное, что клуб делает для того, чтобы полупустых трибун не повторилось в этом году? Спасибо. Нет, анализ не проводился. По крайней мере, я результатов такого анализа не видел. Думаю, что не в последнюю очередь сказалось и то, что мы выходили из первой корзины. Соответственно, были три не самых сильных команды, если мерить европейскими мерками. И вторая тема, которая сработала, не слишком удачное начало Лиги. Мне кажется, если бы мы удачнее сыграли, первые игры, было бы гораздо более активное заполнение стадиона. Спасибо. Следующий вопрос. Так. Добрый вечер. У меня вопрос про реконструкцию стадиона. Я хотел бы поинтересоваться, возможно ли убрать ров и сделать трибуны поближе к полю, чтобы была атмосфера лучше, как это, допустим, в Англии. Там футболисты забивают гол и бегут сразу за болельщиками. Все понятно. Смотрите, технологически убрать ров невозможно. Закрыть эту тему невозможно. То есть мы сразу отсекаем кучу технологических помещений, которые необходимы для функционирования стадиона. Мы сейчас ждем подписания программы приведения объектов здесь, в Черкизове, в Баковке и в Перове, где у нас филиал Академии в надлежащее состояние. Я думаю, что будут определенные изменения в течение ближайших года-полутора. Единственное, что я предпочитаю рассказывать о том, когда либо что-то сделано, либо очевидно будет делаться. Поэтому давайте немножко вздохнем. Но ров убрать невозможно. Крышу сделать возможно. Мы делать не будем 4,5 миллиарда. Нереально. Но систему обогрева и систему, так сказать, прикрыться от сквозняков мы прорабатываем. А если хотя бы немножко над трибунами крышу подвинуть, чтобы на людей точно не шел? Не получается. Спасибо. Ну, просто по-честному. Но постараемся закрыть. Там крыша течет во многих местах. Вот крышу отремонтировать, отремонтируем. Это точно. Спасибо. Давайте. Вопрос заключается в том, будет ли в том же виде продолжаться матч-дэй, в котором он был. Я надеюсь, что мы его сделаем более интересным, более целенаправленным. Да, матч-дэй будет. У нас большие дискуссии были по этому поводу. Мне не совсем нравится матч-дэй в том виде, в котором он был в прошлом году. Мне будет интересовать ваше мнение по поводу того, как мы изменили матч-дэй. Матч-дэй будет. Все основные элементы будут. Он будет, на наш взгляд, он будет гораздо более приближен к целям и задачам футбольного клуба. То есть система интеграции между музыкой и вот этого пре-партии, так называемой, и того, что происходит здесь во время матча, она, на мой взгляд, будет более точной, более конкретной. Но посмотрим, как оно получится. Тогда что касается обмена мнениями, есть предложения в будущем при разработке, в том числе абонементной программы, собирать, наверное, самых активных болельщиков с разных секторов, собственно, и чтобы они могли высказать свои предложения. Людей очень много и действительно могут быть очень дельные, хорошие, интересные, неординарные, скажем так, предложения, которые способствовать будут положительному принятию. Без этой работы мы не сумеем сделать Восток и Запад болеющими. Поэтому, да, спасибо за предложение. Это правильный, абсолютно. Место для проведения был хороший опыт, это теннисные корты, где тепло, хорошо, можно в любое время года проводить, как вариант. Спасибо. Давайте вот оттуда дальний вопрос. Есть? Добрый день. Василий Александрович, здравствуйте. Александр, меня зовут. Собственно, вопрос, который многие здесь хотели задать, я его озвучу. Считаете ли вы корректным высказывание господина Фатахова о том, что мы, обладатели абонементов Глоры? Ну, там не так же было. Ну, зачем же? Вот я еще опять-таки... И тем не менее... Ну, вы почитайте внимательно то, что там написано. Правильно. Никто вас Глорами не называл. Смотрите, какая ситуация. Дело в том, что Глори Хантерами назвали тех, кто пользуется якобы абонементом в качестве скидочной карточки некой, да? Вот, какая-то программа лояльности. Это хорошо, что она есть. Но вопрос в том, считаете ли вы корректным такое обобщение? То есть мы, кто ездим на выезда, да, регулярно, мы, кто приходим на стадион в любую погоду и на любой стадион, да, в России и в Европе тоже, считаете ли вы, что Марат прав? Я считаю, что Марат прав в главном. Марат работает денно и ночно для того, чтобы улучшить нашу абонементную и билетную программу и повысить выручку. Если вы хотите цепляться за слова, я вас уверяю, что у меня тоже бывает, я произношу не самые удачные вещи. И точно так же кончайте преследовать Марата. Марат хороший парень, сильный мужик и очень хороший специалист. Ну, это безусловно, но иными словами вы согласны. Ребят, еще раз, еще раз. Значит, в магазине, я надеюсь, в ближайшем будущем появится «Мы не Глори Хантеры». Значит, мем этот мы постараемся максимально обыграть. Никто вас не хотел обидеть. Значит, есть реальная проблема. Есть реальная проблема, люди покупают абонементы, не ходят на стадион. Мы пытаемся с этим бороться, не хочу сказать, мы не хотим с вами бороться, но мы хотим сделать какие-то программы, которые позволят нам минимизировать количество зияющих пустот на тех местах, которые не ходят. Неудачно мы сделали? Может быть. Может быть. Значит, поправимся. Но, Марата, прекратите клевать. Спасибо. Спасибо. Василий Александрович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, по поводу ситуации с Тарасовым, почему игрок получил травму на поле, а долечивается за свой счет, и насколько это реально? И по поводу ситуации с Гильермо, и то, что он сегодня сказал. Два болезненных вопроса. Мы не готовы повторить предложение, которое Гиля получил от другого московского клуба. Мы сделали предложение по схеме 1 плюс 1, у него на столе предложение на 3 года. Хорошее, сильное, богатое предложение. У нас с ним контракт до конца этого года, до 31 декабря. Они просят, чтобы мы отпустили сейчас. Но по сумме выкупа, которую мы готовы обсуждать, мы пока не договорились. Скорее всего, Гиля у нас останется до 31 декабря, потом уйдет. Мы можем 2 дать, это не принципиально важно. То есть здесь вопрос по формату 1 плюс 1 или 2, это не проблемная тема. Василий Александрович, еще один вопрос. Сейчас, секунду. Смотрите, я вам сказал, что я деньги считаю. Я за эти деньги могу взять в Европе хорошего вратаря. А вопросы по... Стоп, стоп, стоп. Вы же смотрите, я же не в дискуссии. Я отвечаю на ваш вопрос. Значит, могу взять вратарь, считаю деньги. В той ситуации, в которой находится клуб, я не могу платить за верность такую квоту. Мы и так здорово подняли, у нас было первое предложение 1 и 9, мы серьезно его увеличили. Но все равно мы отстаем от предложения другого клуба. И повторить его не можем. Еще раз, я говорю, 2. Вы имеете в виду 3? Нет, там все равно возникает тема подъемных. Я же говорю, повторить не можем. Поэтому это самая тема с Тарасовым. Значит, к сожалению, тяжкий груз сообщения игроку о том, что контракт не будет продлен. Он лег на мои плечи, сообщил об этом. Дима находился в это время в отпуске, отдыхал. Договорились встретиться в Москве. Дима попросил разрешения поехать в ту же клинику, в которой Борю-Рутенберг оперировали. Для того, чтобы провести там реабилитацию после травмы, которую он получил в последнем матче сезона. Получил на это добро. Уехал туда, там на ходу принял решение самостоятельное провести операцию. Дальше есть разная трактовка. Он считает, что со стороны врача команды, СМС, который тот отправил со словом «хорошо», в ответ на то, что Дима ему сообщил, что будет оперироваться, врач отправил ему «хорошо». Дима считает, что это согласование с медицинским штабом, которое у нас по договору и по статусу должно быть. Мы так не считаем. Тем не менее, запросили у Дима, я сегодня подписал письмо, все медицинские его. Да, при этом еще врачи команды обратились в три разных клиники европейских. Три клиники прислали заключение, что эта травма лечится неоперационным путем, терапевтическим путем. С этой точки зрения у нас есть расхождение на то, что должно быть и как. Поэтому вопрос, сейчас посмотрим, какие документы он представит. Будем смотреть, разбираться, но там есть вариант, что мы дойдем до суда. В различном трактовании того, имел он право самостоятельно идти на операцию, не получив поддержку со стороны медицинского штаба команды. Это факт. При всем уважении к нему, как к игроку, как к человеку, который отдал 9 лет клубу. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Можно, да? Скажите, пожалуйста, я не понимаю, почему мы не можем во время матча на этих прекрасных экранах видеть повторы моментов? Объясняю. Есть регламент UEFA и FIFA, которые запрещают это делать. Российский чемпионат повторяет международные требования. Мы пытаемся сейчас, мне не нравится сайт, мне не нравится наше мобильное приложение, мы пытаемся разработать систему, которая позволила бы каждому пользователю, являющимся обладателем приложения, просматривать в онлайном режиме наиболее интересные моменты, которые происходят здесь на трибуне. Связано с решением многих проблем, как технических, так и решением проблем правового характера, потому что пока матч этими правами делится впрямую, пока не готов, пока предварительно идут переговоры. Точно, что мы до Нового года это не реализуем. И точно, что, ну, если мы это реализуем, скажем, к следующему сезону, я буду очень доволен. Я вас помню. Спасибо за усилие. Еще один вопрос. Тут как бы не может быть не совсем к вам, но как к арбитру. Вот мы выезжали в Самару, в Тулу, через несколько рядов от меня, не только от меня, сидят люди с флагами и начинают махать. И через пять рядов два с половиной десятка человек не видят то, что происходит на поле. Мне кажется, что надо запретить проносить флаги. Как вы считаете? Я понимаю, что есть болельщики, для которых футбол важен не как игра, а как эмоции. Я их уважаю. Но почему меня не уважают? Я хочу игру смотреть, понимаете? А мне закрывают. И я даже не могу ничего сказать, потому что человек находится через пять рядов. Я до него дотянуться не могу. И обратиться, уважаемый. Я не вижу поля из-за тебя. Свар-телевизор. Значит, да, слышу, но здесь я с вами не на одной позиции. Не согласны, да? Смотрите, вот 35-я минута, когда молчали 35 минут, и на 35-й минут, как врубили, когда мурашки по коже, сами побежали. Это же все отметили. Это же есть большая разница. Это огромная мотивация. Это настроение, это не только на трибунах настроение, это настроение на поле. Важнейшая часть поддержки. Поэтому здесь, я не знаю, вот я, знаете как, я с большим удовольствием буду мечтать о том дне, когда буду вынужден вырезать один сектор, отдельный сектор, для тех, кто хочет спокойно посмотреть. А весь остальной стадион будет полыхать. Вот это только не фейерверками. Но есть другие средства, есть шарфы, пожалуйста. Мы с вами на разницу, на разницу. Шел на юг, вставай и пой, как говорится. Все, спасибо. Спасибо. Давайте. Значит, у меня два момента. Момент первый. Можно я задам свой вопрос? Не надо, зачем перебивать-то? Значит, момент первый. Касательное календаря. Все согласились, что идеальный календарь. Но, простите, у нас из шести Лига чемпионских матчей, перед этим и пять у нас гостевых получается. В августе месяце, когда у нас нет Еврокубков, у нас из, не помню, туров, всего два выездных, Самара и Краснодар. И вы считаете это календарь идеальным? Так, таки хороший вопрос. Таки ответа не дам. Значит, смотрите, реально, мы когда календарь получили, я сидел на собрании клубов РПЛ и отправил в тренерский штаб с просьбой, чтобы мне дали комментарии. Значит, у нас будет возможность, там, скажем, один матч поменять в ту или в другую сторону. На собрании клубов РПЛ договорились, что больше менять не будем. Значит, как, где, какие будут проблемные точки, давайте жеребьевка пройдет, будем понимать, где наиболее сложная ситуация и где требуется помощь и поддержка. Понятно. И второй момент, простите, хотелось бы узнать, будут ли использоваться по трибунное помещение, будь то боулинг, бильярд, то есть, чтобы, опять же, возможность была и интерес, и финансовая возможность подпитка, и, опять же, привлечение, ну, других людей, которые посредством того же бильярда или боулинга будут потом приходить на трибуны. Ну, боулинг мы заканчиваем разламывать, поскольку он перестал пользоваться интересом, теперь мы надеемся, что в недалеком будущем возникнет клиентский офис и большая серверная, которая как раз и обеспечит нам выполнение всех тех функций, о которых я говорил, включая, там, мобильное приложение, сайт и так далее. Очень большой вопрос, как использовать под трибунные помещения для того, чтобы они приносили выгоду. На мой взгляд, мы немножко ограничили функционал стадиона, максимально насытив его несвойственными стадионными функциями. Соответственно, надеюсь, что мы за год, за полтора вернем и возможность прохода по всему периметру, и вернем возможность и нормальную работу лифтов, и под трибунные помещения приведем в порядок, и раздевалки, потому что у нас есть раздевалки, которые в склады превращены. Поэтому я не думаю, что мы будем коммерциализировать под трибунные помещения, наоборот, постараемся вернуть стадион к тому состоянию, в котором он был изначально. Спасибо. А можно, Кирилл, извини, перебью. Извините, а вас там не стояло, я вас не видел. А я не вопрос, я просто, во-первых, хочу выразить благодарность, что выделили время для болельщиков, у нас тоже рабочее время завтра. Просто в связи с тем, что сегодня было много негативных моментов, я лично для себя хочу эту встречу закончить на позитиве. Зашел на официальный сайт и увидел новость о продлении контракта с Димой Бариновым. И спасибо вам за это большое, Василий Александрович. Это Диме спасибо. Я вам хочу сказать, что я горжусь нашими ребятами, молодыми, кто в клубе. У Димы были гораздо более выгодные приложения. Дима выбрал локомотив. Контракт на четыре года. Контракт на четыре года. Я реально думаю, что это ребята наши, вот там, братья, Рифат, Дима, это основа будущего локомотива. Я думаю, что у нас хорошее будущее. И в Академию ребята идут очень хорошие, просто хорошие ребята идут, очень надеюсь. Василий Александрович, меня зовут Роман, я здесь. Я один из тех болельщиков, которые вынуждены покупать более одного абонемента. Лично покупаю три абонемента, хотя младшие еще не совсем выросли. В перспективе четыре абонемента. Я таки поздравляю. Да, есть такая перспектива. Но у меня такой вопрос по поводу, у нас сезон, что есть декабрь, март, не самые теплые месяца. И честно говоря, напрягает, когда вот по 30-40 минут сидишь на трибуне, тебя не выпускают на лестнице. При этом по трибунам помещения, по трибунам есть горячая кофе, вода. Хотя бы открывали выходы по трибуне, чтобы можно было эти 40 минут. Ну, купи ты горячий чай, попей. Пока мы прыгаем и поддерживаем команду два часа, мы нормально себя чувствуем. Но когда ты за 30-40 минут весь остыл, а потом я прихожу домой, у меня дети начинают всю неделю болеть, и мне на следующей неделе ехать куда-то на игру с ними. И вот ты думаешь, куда мне его везти на стадион, или он больной останется, и у меня будет дырка на билетах. Поэтому, в принципе, если нельзя решить вопрос с выпуском одновременно со стадиона, то хотя бы решите вопрос с выпуском по трибуне помещения, чтобы не сидели как какие-то сосудки. Слышу, слышу, бежонно абсолютно. Да, спасибо. Добрый вечер. У меня два вопроса, они короткие и быстрые. Хотелось бы узнать, на какую позицию хотите привести игрока? Ну хотя бы просто, кто, куда? Опорный полузащитник. Юрий Палыч перед началом трансферного окна просил нас центрального защитника, правого защитника и опорного полузащитника. Собственно говоря, мы программу, вот если мы сейчас сумеем эту сделку завершить, это программа, то, что Палыч просил, мы все выполнили. Проблема заключается в том, что у нас серьезную травму получил Фарфан, вы знаете, на Кубке Америки. Это дополнительная головная боль. И следующий вопрос по поводу Фанайди. Что вы думаете, будет ли он все-таки введен? Я думаю, что он будет введен. Вот та информация, которую я имею, он будет введен. Как вы относитесь к этому? Ну, неоднозначно. В том числе и в свете нашей сегодняшней дискуссии. Потому что многие болельщики говорят, что... Потому что кроме введения Фанайди, нужно еще очень четко понимать, кроме, вернее, самого Фанайди, против которого я не возражаю. Вот идея самого Фанайди меня не напрягает. Идея идентификации болельщиков меня не напрягает. Я вам в самом начале сказал, что у меня одно из двух желаний, что мы убрали мат с трибун. Меня крайне напрягает, как это будет введено. Вот то, что я вижу, то, что я слышу. Ну, в общем, у меня пока ясной, отчетливой, прозрачной картины нет. Ну, потому что вы сами понимаете, что домой по паспорту не ходят. Поэтому мы надеемся, что все же это будет более разумно, что его не ведут. Спасибо за внимание. Посмотрим. Спасибо за вопрос. Добрый вечер. С той стороны. Добрый вечер. Меня зовут Константин Митин. Я молодой спортивный комментатор и студент магистратуры высшей школы экономики по направлению международный спортивный менеджмент и маркетинг. Здесь все очень много говорят о том, что у нас неправильно что-то функционирует. Мы уже в течение года изучаем пилотный проект на базе Минспорта, на базе лучших специалистов и на базе Минспорта России. У нас она, эта программа сделана с FIFA CIS. Тут тоже выпускники есть, присутствуют. Анна Галай также, которая предстоташе клуба работает. Я бы хотел, может быть, с предложением пригласить вас непосредственно к нам на лекцию, чтобы вы нам ее провели. В том числе обсудить там, у нас собраны 20 человек группы, это будущие спортивные менеджеры России. Обсудить возможности, которые есть у локомотива, у стадиона. Я лично защищал перед лучшими маркетологами страны Матч Дэй перед локомотивом. В общем, это было успешно. Я думаю, что мы сможем поделиться хорошими мыслями действительно от профессионалов и чем-то сами помочь. Не только, мне кажется, что это встреча в том числе о том, чтобы... Хорошо, договорились. Через Галай решаем вопрос. Спасибо. Разрешите, я задам с фланга. Ребят, давайте так. По одному вопросу от каждого микрофона неудобно, без четверти 12. И просто поймите, что кроме вас еще много служб стадиона задействовано, у которых завтра точно так же, как и у вас, рабочий день. Тогда давайте три вопроса. Вот, пожалуйста, слева. Первый, второй, третий. Да, спасибо большое. Добрый вечер. Хотел бы сделать предложение или даже просьбу касательно сайта. Сайт у нас официальный, достаточно скучный, но на мой вкус. Он представляет из себя такой магазин. Не обсуждаем. Даже не обсуждаем. Плохо просто. Спасибо. И, собственно, направление для его улучшения по итогам нашей сегодняшней встречи обмена мнениями, мне кажется, было бы очень хорошо устроить на нашем сайте такую современную общественную приемную, где бы каждый болельщик, в том числе не москвич, мог внести любое предложение, любую жалобу, высказаться по любому вопросу. Допустим, все остальные болельщики ранжированы по какому-то принципу. Грубо говоря, человек сходил на 100 матчей, получил 100 баллов. Давайте сделаем так. Вот смотрите, я вам точно могу сказать, что тот ныне существующий сайт мы улучшать не будем. Мы точно абсолютно будем делать другой сайт. По функционалу своему сайт локомотива на сегодня не соответствует требованиям вчерашнего дня, а не то, что сегодняшнего, или завтрашнего, каким бы хотелось, чтобы он был. Денег у меня на то, чтобы сейчас заняться развитием сайта нет. Сейчас, секунду дайте, как только они появятся, мы сделаем. Там обязательно будет возможность общения. Обязательно. Все, я вас понял, спасибо большое. На данный момент, повторюсь, есть почта вопрос собачка fclm.ru и кнопка задать вопрос нас. Какой вопрос? Вопрос fclm.ru. Почта, куда можно написать предложение. Вопрос собака fclm.ru. Я запомню, спасибо. Спасибо, второй вопрос. Да, здравствуйте, Василий Александрович. Я на самом деле не планировал сегодня вопросы задавать, я планировал послушать. И тем не менее, по итогу, по результатам ответов некоторых, у меня возник вопрос. И вопрос, в принципе, он вот какой. Как вы считаете, вот из того, что сказал Гильермо, из того, что вы сказали, что... Ну, я услышал, по крайней мере, что да, заслуженный игрок, 12 лет в клубе, но, извините, на выход. Тарасов, заслуженный игрок, 9 лет, спасибо, но, возможно, мы подадим на вас суд. Как вы считаете, вот с такой политикой... Я понимаю, что клуб должен считать деньги, руководитель должен считать деньги, но он должен и прислушиваться, и чтить легендарных игроков. Мы говорим не просто об игроке. Вы говорите, я, например, очень доволен, что мы подписали Диму Баринова. Он молодой человек, но Дима Баринов, извините, должен ориентироваться на то, как мы, как клуб, работают с игроками заслуженными и старыми. И вот, как вы считаете, скажем, то, что вот я услышал, то, что все услышали, что, грубо говоря, ну, никаких подвижек не будет, хотя, на самом деле, ну, мне кажется, что можно было бы как-то договариваться и все-таки оставить двух хороших игроков в клубе. Тем не менее, не будет ли это таким пиковым моментом конфликта болельщиков с руководством, которое сейчас, может быть, не особо заметно, но на это, может быть, я просто еще замечу, наложится... Угрозой звучит. Смотрите, я вам понял. Можно я это скажу? Можно я это скажу? Вы не вопрос задаете, вы позицию излагаете, я вашу позицию понял. Моя позиция – жить надо посредством, а не в долг у следующих поколений. Сейчас мы расплачиваемся за трансферную кампанию прошлого года. Если бы в прошлом году вышли из группы Лиги чемпионов, наверное, этих проблем бы не было. Думаю, что в этом были надежды основные. Надежды... Сейчас, секунду, дайте приятно, говорю. Надежды не оправдались. Теперь в той ситуации, в которой мы находимся, есть знаменитая фраза Лобановского – мясо надо резать по-живому. Здесь не социальное мероприятие никакое. Здесь жесточайшая история – это спорт высших достижений. И если на это не смотреть открытыми глазами, а романтическими, можно очень далеко зайти. К сожалению, мы будем руководствоваться в первую очередь вопросами и критериями целесообразности. И не последнюю роль здесь играет возраст молодых игроков и то, что ребята уже на выходе. Мы, к сожалению, не можем обеспечить более чем достойные условия для одного, и мы не можем случить социальной подушкой для другого. Смотрите, я просто не заканчивал мысль, на самом деле я еще хотел сказать про абонементную программу. Вы сказали так, что в следующем году мы подумаем, мы, опять же, ваши слова сказали, сейчас некие ошибки были, но мы в следующем году будем. Я не говорил, что ошибки были, я сказал, давайте посмотрим практику. Мы посмотрим сейчас, когда пройдет жеребьевка Лиги чемпионов перед этим, мы с вами посмотрим результаты абонементной работы, мы с вами посмотрим, как в сезоне у нас будет работать билетная программа, и, конечно, проанализируем. — Просто понимаете, когда мы дойдем до жеребьевки, будет уже энное количество домашних матчей с плохой, я вас уверяю, с понедельника будет очень плохая посещание, это мое мнение, скорее всего так и будет. — Я услышал ваше мнение. — И будет уже большой ком недовольства. — Я услышал ваше мнение. — Я ваше мнение услышал. Я не боюсь недовольства. Я боюсь, когда я сам признаю, что я совершил ошибку. Вот этого я боюсь. Вот сегодня я пока не готов признать, что мы совершили ошибку. Готов признать ошибку медийную, то, что мы не объяснили заранее, как мы собираемся реализовывать абонементную программу. В этом 100% соглашусь. Мне неприятно сегодня это произносить. Учтем этот опыт, и 100% мы его поправим. А в том, насколько работает абонементная программа или билетная, увидим практикой. Только этим мы с вами убедимся. Все остальное у нас с вами демагоги. Спасибо. И, девушка, у вас честь задать заключительный вопрос сегодняшнего вечера. Добрый вечер, Василий Александрович. Хотела бы вопрос задать, возможно, немного не в тему. Но ранее был поднят вопрос о календаре на сезон 19-20. И у меня, соответственно, вопрос касаемо второй команды «Локомотива» «Казанки», выступающей в ПФЛ. На прошлой неделе был опубликован календарь с предварительными датами проведения матчей. И сравнивая с календарем российской премьер-лиги, очень многие матчи совпадают. То есть даты проведения. И нам приходится тогда выбирать болельщикам... Вы имеете в виду по датам? По датам. Да, то есть посещать либо домашние матчи, допустим, «Локомотива» или «Казанки». Мы можем как-то повлиять на разнос матчей в разные дни. Вы хотите сказать, что у нас домашние матчи «Казанки» и «Локомотива» совпадают? Нет, допустим, какой-то выездной матч «Казанки». Вот я смотрела, совпадает домашний матч с «Зенитом» у «Локомотива». И в тот же день какой-то, по-моему, с «Велесом», просто допустим, у «Казанки». Мы можем как-то это говориться хотя бы по времени. Василий Александрович, ну вот прямо сейчас при «Сташе» «Казанки» Женя Кириллов показывает, что домашние матчи не пересекаются. Ну домашние не пересекаются. Московские. Надо посмотреть, я под этим углом не смотрел вообще. Но не думаю, что мы сможем повлиять не на ПФЛ, но уж тем более не на РПЛ. Посмотрим. Спасибо. Надо посмотреть. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что так долго сидели, ждали. Мне интересно было с вами. Я очень надеюсь, что такие встречи, они на пользу делу. Спасибо. Удачи всем нам. Друзья, спасибо большое. Аплодисменты в первую очередь вам. Спасибо и ждем вас на ближайших домашних матчах с Рубином и с Тамбовым. Пожалуйста, вся информация на табло. Поддержка очень и очень нужна. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...